Операция, которую проводили наши вооруженные силы вместе с армией Сирии и другими союзниками, совершилась в целом успешно. Сумели разгромить самое большое зло, которое сегодня есть на планете. Это целые банды террористов, которые превратились в государство и огромную армию. Два с лишним года мы сражались честно и достойно. Решение, которое было принято высшим руководством нашей страны, было правильным. Правда, несколько запоздалов, еще бы 2-3 недели ситуация в этом регионе могла бы развиваться крайне драматично. Мы всегда призывали к самой жесткой борьбе с терроризмом и наставили на том, чтобы мы защищали своих друзей и союзников. Мы допустили огромный промок в Сербии, когда можно было прикрыть Югославию и не допустить разгрома братской страны. Мы тогда подняли руки вверх в Ливии, когда согласились с полетной зоной. Во что это превратилось, вы сегодня видите. Мы в Сирии сумели справиться с этим злом, прежде всего за счет того, что действовали согласованно со всеми, кто заинтересован в разгроме самых враждебных сил. Я хочу поблагодарить Министерство обороны, которое проявило и волю, и характер, и мудрость. Сумело там обкатать фактически весь летный состав, скоординированно работать со всеми воинскими подразделениями и продемонстрировало, что наша армия находится в хорошем состоянии. Очень важно, что там побывали главные конструкторы и специалисты, люди, которые хорошо знают и эксплуатируют военную технику. Уверен, я с ними встречался, они внесут необходимые поправки в конструкторские разработки и будущее наше вооружение. Потому что на поле боя, когда проверяется оружие, это самый лучший полигон, который существует. Ну и мы должны поблагодарить Башар Асада и сирийскую армию, которая не дрогнула, которая не поддалась ни на подкупы, ни на угрозы, ни на крайне драматическую ситуацию, которая складывалась в первые недели войны. Они выдержали, выстояли, сумели не только выстоять, но и вместе с другими заинтересованными лицами сесть за стол переговоров для того, чтобы дальше искать политическую регулировку. Одновременно нам нельзя расслабляться ни на минуту. Нас обложили со всех сторон санкциями, накатывается как шелезный каток на нас НАТО, нацисты и бандеровцы свирепствуют в Прибалтике и на Украине. Так что в этом отношении порох надо держать сухим и помнить, что армия для нас была и остается вторым храмом. И с тысячи лет нашей истории, почти 700 лет нам пришлось защищать свою честь, достоинство, язык, культуру, верование, традиции. Поэтому очень важно, сделав выводы из этой трагедии, помнить, что НАТОвцы и американцы будут мстить нам за это. И мы это чувствуем и понимаем. Поэтому две базы, которые там есть, должны сохраняться. Внимание к этому региону должно быть повышено, потому что любой процесс, который взорвет Ближний Восток, неизбежно отразится на Северном Кавказе, Средней Азии и будет для нас иметь очень тяжелые последствия. Продолжение следует...